Более тысячи несанкционированных свалок было ликвидировано в этом году по результатам прокурорской проверки. Горы нечистот можно встретить в самом центре Донской столицы. Стихийное складирование мусора – одна из наиболее важных экологических проблем региона. Куда обращаться в случае обнаружения незаконных отбросов, расскажет Юлия Бабакова. Самый центр Донской столицы – переулок Чувашский. Вниз спуск к Дону, наверх уже театральная площадь. И здесь вот такое количество мусора. Он достигает практически человеческого роста. Но это только часть. Стоит повернуть за угол и открывается более живописная картина. Строительный мусор тянется буквально до горизонта. Местные жители утверждают, свалка возникла не сегодня и не вчера. Сюда регулярно привозят строительные отходы грузовые машины. Есть и шины, и различные камни, пеноблоки и даже кирпичи. Горожане обращались во все ведомства, публиковали в социальных сетях. Но все равно зловонные терриконы становятся все выше. Месяц назад я шел, тут не было. То есть они привозят, получается? Да привозят, так это проезжая часть. Это улица какая-то. Ее захламили. Там стройка захватила последнюю улицу. А еще этот мусор вреден, говорят общественники. Среди ненужностей шины они относятся к четвертому классу опасности отходов. Бутылки из-под химии и не только. Если стихийную свалку не убрать, последствия для человека могут быть губительными. В худшем случае это попадет в грунт, опасные вещества попадут в подземные воды. И потом это все вытечет в реку Дон. Так или иначе. Через Темирник или еще через какую-то речку. Или здесь напрямую прямо в Дон. А мы из Дона пьем. А это свалка в микрорайоне Военвет. Автор видеофрагмента запечатлел серых возчиков, которые и выбрасывают сюда стройматериалы. Региональный оператор «Чистый город» вывозит только то, что в баках. Обращаемся в прокуратуру региона, чтобы узнать, кто в ответе за ликвидацию мусорных очагов. В текущем году более тысячи свалочных очагов ликвидированы по мерам прокурорского реагирования. В прокуратуре Ростовской области на постоянной основе проводятся проверки исполнения законодательства об отходах производства и потребления. Такие проверки осуществляются в том числе по обращениям граждан и публикациям в средствах массовой информации и сети интернет. Чтобы избавиться от стихийных свалок, обращаться необходимо в прокуратуру. Как в офлайн, так и в онлайн режиме специалисты найдут ответственных за ликвидацию таких несанкционированных мусорных очагов. Но терриконы могут вырастать вновь. Важно обязательно запечатлеть машину и сам факт выброса серыми войщиками или просто жителями. Участие каждого поможет приблизить тот день, когда в области наконец станет чище. Юлия Бабакова, Игорь Залунин, Вести, Дон.